Парни жизни отдают за то, чтобы мы тут думали о высоком. Ну вот, поэтому тяжелая ситуация. Тяжелая, которая все дальше идет туда, куда, наверное, идти не надо было. И такое впечатление, что наши предки, они как-то умнее были. Путина снова подменили. Подумали все собравшиеся на инвестиционном форуме «Россия зовет». А куда зовет Россия? Будем об этом говорить в ходе этого видео. Мое предположение, она зовет всех в ад. А почему Путина подменили? Дело в том, что этот дедушка еще неделю назад всем грозил страшными ударами по странам Запада. А сегодня он решил как-то смягчиться и заговорил о том, что рано или поздно отношения с западными странами обязательно улучшатся. А что будет в случае нормализации отношений с глобальным, скажем, с Западом? Потому что им это выгодно, нам это выгодно, что на российском рынке остается масса западных компаний. И это он говорит вроде как с укором странам Запада. Но при этом возникает вопрос, как же это так? Эти компании потом платят деньги в бюджеты западных стран, а те поставляют Украине оружие. А это оружие, соответственно, мы используем против российских граждан. Ну, с точки зрения логики, кто-то Путина снова возит за нос. Но вопрос, а чего он так смягчился? Почему он не достает свой подлесник, орешник, боярышник? А вообще, когда эта тема ушла в тень, а дело в том, что одна прекрасная страна, называется она РФ, прекрасная в кавычках, только что получила мощнейших люлей. И смена позиции, то на Владимира Путина, связана с тем, что в Сирии только что завершили подсчет трофеев. И все впечатлились. Все впечатлились, как армия Владимира Путина, в случае чего, прекрасно делает перегруппировку и отход на новые, более выгодные рубежи, бросая и тапки, и технику. Значит, на сегодняшний день известно, что армия Россия бросила РЛС под лед К-1, зенитно-ракетные комплексы, панцирь С, стрела 10, бук М-1, какое-то количество РСЗО, град и танки разного поколения, в том числе танки Т-90А. Ну, в общем, можно создать, как минимум, целое отдельное подразделение на базе этих трофеев. И все это, внимание, оно увязано с войной в Украине. И проколы в Сирии, и будущее боевых действий в Украине. В этом видео я вам расскажу, что я отследил в российском информационном пространстве. Оказывается, там все прекрасно знают, как остановить российское военное вторжение. И подсказывают Дональду Трампу. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы называем здесь вещи своими именами. На сегодняшний день все российские пропагандистские усилия брошены на то, чтобы очаровать Трампа. Подсказать, как ему действовать. Мне кажется, я сейчас могу ошибиться. Трамп не очень понимает, что надо делать, когда смотрит на эту Европу, на своих европейских партнеров, на то, что происходит на Украине. Он точно понимает, что так нельзя ставить, как есть. Он понимает, что вот то мироустройство, которое он принимает сегодня как лидер западного мира, оно не работает. Не работает на победу американской экономики, о чем он мечтает. Не работает на победу на Украине. Не работает на победу над Китаем, над Брикс, о чем он наверняка мечтает. Надо что-то менять. Вот Трамп интересен тем, что он понимает, оставить мирополитику в ее нынешнем виде, это опасно для, в том числе, безопасности и процветания Америки. В этом есть определенные, так сказать, перспективы. Трамп не понимает, а путинские рты все понимают. Но точно ли они все понимают? А если понимают, то правильные делают выводы? Ли? Делают выводы они правильные. Вопрос тут в другом. Они их не озвучивают. В этой связи важная новость. Спикер Палаты представителей США только что заявил, что решение о средствах для поддержки Киева будет принимать Дональд Трамп. И ни в коем случае не запросивший 24 миллиарда долларов для Украины Джозеф Байден. Жестко. Ну то есть все. Байден спит. И в Париж не пригласили. И денег не дают. У власти Трамп. Это было сложно, но Оля не соврала. Действительно Джонсон сделал подобное заявление. Только не надо путать, что не будет военной поддержки со стороны новой администрации. Сказано следующее, что дальнейшее урегулирование – это компетенция уже новой администрации. И Кит Киев, спецпредставитель президента США, избранного президента США, уже посоветовал российским товарищам спрятаться в будку. Мы об этом говорили на телеканале «Эспрессо» вчера вечером. И предыдущее видео очень-очень, как мне кажется, неплохо об этом всем говорит. Там же в чем нюанс? Эти ребята, которые сейчас будут переезжать в Белый дом, они вообще-то пока не намерены играть в игру, лишь бы не было эскалации. Ну, а по поводу американского курса. Тут вообще такая крамола иногда звучит в российских эфирах, что если бы это мультиплицировать, то россияне бы схватились бы за голову. А для тебя это недостаточная мера, как я погляжу, да? Ты бы хотел чего-нибудь погромче. Да, мне кажется, просто вопрос в том, что бы мы не скинули на Украину, это никоим образом не остановит Запад, которому выгодно. Ну, понимаешь себе, они потратили за, если мы говорим про Америку, 7% военного бюджета за вот эти почти 3 года. И нанесли, ну, выбили практически всю изначальную армию России по технике. Ну, то есть, там, те танки, с которыми мы заходили, БМП и так далее, ну, их уже практически не существует. Они потратили уже 7% военного бюджета и практически не потратили жизни американских налогоплательщиков. Почему так произошло? Ну, по той причине, что Соединенные Штаты в этой войне не принимают участие. Ну, а мудрый Путин кое-чего достиг, да? Значит, это же реальная информация. Действительно, та армия, которая заходила в Украину 3 года назад, практически 3 года назад, она умерла. И этот товарищ, Кирилл Федоров, он не упомянул самого главного, что не только техника уничтожена армией России, но в том числе и личный состав армии России уничтожен. Ну, по крайней мере, первые вот эти вот ребята, которые практиковали свои навыки во время там танковых биатлонов и других бесполезных мероприятий. Потому что, когда встречаешься с украинским джевелином, то что происходит? Башня отделяется от танка и улетает в космос. Ну, а там они уже все вместе встречаются с Пригожиным, Иосифом Кобзоном. Ну, и, конечно же, дружно ждут Владимира Путина и стучат по Чану. Это же Пекла, то есть АД. Я сразу сказал, куда зовет Владимир Путин? В АД. Россия зовет В АД. Так и форум называется. Но, тем не менее, бить надо. Я правильно понимаю твой намек? Бить надо вовсе не по Украине. А я, ясно говоря, не намекаю на это. Вот в том сути, я, честно говоря, не знаю, какой это хороший вариант. И я думаю, что ни я один не знаю, какой это хороший вариант. И Запад, наверное, пользуется осознанием того, что мы как бы не хотим. И логично, что мы не хотим бить туда, куда, казалось бы, надо бить. Потому что, ну, как бы, последствия у этого будут практически однозначны. Для западной цивилизации, назовем это так. Как вы заметили, в данном контексте он считает Рашу тоже западной цивилизацией. Но это ошибочное мнение. Последние события, значит, удары западными ракетами по территории России, они говорят о том, что в случае настоящего вот такого жесткого махача, то Россия пропустит все ракеты. Ну, или почти все ракеты. Не были удары внутрь Советского Союза или Соединенных Штатов Америки. Сейчас же они нащупают, что они могут бить внутрь. И вот сейчас идет обсуждение. Как мы видим, если идет обсуждение, значит, 100% оно завершится положительным итогом о передаче ракет Джасом. Ракет Джасом под те же самые F-16, которые передают. О чем я говорил еще давно, в том числе, по-моему, на Комсомольской правде. Ракета Джасом, это вам не Storm Shadow. Там дальность под 1000 километров, по-моему, 960. И это можно уже Питер, Ленинградскую область накрывать, в принципе, довольно легко. Сбить 100% из них будет невозможно. Ну, дальше делать эффекты. Куда они захотят бить, туда бить и будут. Прекрасный план. Но, как обычно, российские так называемые Z-военкоры, военные эксперты, упускают один маленький момент, что данного типа ракеты Джасом, это ракеты воздух-воздух. Их отсутствие очень сильно сказывается на фронте. Почему? Потому что с помощью этих ракет можно посадить один раз и навсегда всю российскую военную авиацию. Большие самолеты, малые. То есть, внимание, там действительно есть ракеты воздух-воздух, которые в состоянии прилететь по 1000 километров. Там есть и попроще модификации этих ракет. Но если или когда они будут поставлены, то бомбить Суджу безнаказанно уже не получится. Ну, и не только Суджу. Вот в чем загогулино. А логика какая-то прослеживается в тех целях, которые они обозначают на территории Российской Федерации. Потому что, ну, понятно, Джон Кирби официально заявляет о том, что да, мы передали Украине список тех целей, по которым они могут бить. Понятно, почему они выбирают именно эти цели? Джон Кирби – это официальный представитель Пентагона. Если мы говорим про первый удар, это комбинированный удар по штабу связи и всему остальному, ну, там логично. Как бы, по крайней мере, это действительно мозг армии, там вот эта вся история. А вот удар по Халлина в Курске – это какой-то цирк. Потому что, ну, как бы, это очевидный факт, что аэродром практически покинут. Для кого это особо не секрет. Оттуда вывели технику, там строятся железобетонные укрытия. Это тоже не какая-то супертайна. Техника его использует максимум как аэродром подскока. Наносить по нему удар восьмью дорогими и редкими для них атакам сами – это, по меньшей мере, такое странное расходование. Может, НАТО на нашей стороне просто, Кирилл? Да, НАТО на вашей стороне. И ракеты производства стран НАТО летят на территорию Российской Федерации. То есть, события так быстро развиваются, что вот, казалось бы, то, что было неделю назад, вот эти вот удары на российской территории, это уже такое ощущение, что это было сто лет назад. Потому что тут вроде как из-за военных аспектов самая, ну, такая, прекрасная новость – это отступление армии Владимира Путина из Алеппо и не только Алеппо. Там тоже просто, ну, я не знаю, куча обидок в сторону Асада и других дорогих партнеров. Но при этом, внимание, о чем идет речь? Оказывается, чтобы захватить Алеппо, нужно было бы потратить очень много денег, усилий и, главное, жизни российских граждан. И что с Алеппо? Значит, доблестно-доблестно они его захватывали и в один прекрасный момент собрались и сбежали, бросая тапки, подлёд, панцирь, бук, стрелу, ну, и танковую роту, в том числе с новейшими российскими поставками. Ну, в общем, все это не имеет аналогов. Кстати, насчет Сирии. Это прикольно, что оставив комплекс подлёд К-1 в таком рабочем состоянии, я думаю, это был сделан прекрасный подгон странам НАТО, Турции в частности. Они смогут это все проанализировать. Ведь эта система, она наводит ракеты С-300 и С-400 по воздушным целям. Ну, теперь все будут знать, как это работает. В общем, секреты Путина улетели. Ну, в смысле, как улетели. Они остались на месте, а операторы этого военного имущества, роняя тапки, убежали. Почему тапки? Потому что Сирия, жарко. Но, собственно, мы-то почему должны сами себе голову пеплом посыпать за провал сирийской армии, причём в зоне ответственности Ирана. Алеппо, так чтобы было понятно, и все вот эти вот примыкающие к Икидлибу территории, это зона ответственности Ирана. Да, у нас там было что-то около сотни, по-моему, военных полицейских. Да, у нас были какие-то на северных территориях, не в Эдлибе, патрули совместные с турками. Но Алеппо – это зона ответственности Тегерана. Кем мы там должны были останавливать Бармалеев? Давайте Марпехов 810-й или 155-й из Курской области срочно перебросим спасать Алеппо. Или десантников из-под Часов Яра, или наших друзей из 24-й бригады из-под Покровской. Не хотелось бы. Нравится, не нравится, но десантники российские заканчиваются. О чем он говорит, что не нужен так был очень сильно Путину этот город Алеппо? Я когда смотрю, как они изворачиваются, ведь это было подано 5 лет назад, как гигантское достижение Владимира Путина и вообще на российской военной машине, а теперь вот все, не нужно. Когда их выбьют с территории Украины, в том числе, например, с помощью тех ракет, про которые мы уже тут вспомнили с российским товарищем, то они тоже скажут, не очень нам это все было и нужно. Вообще-то нам и Путин не очень нужен. Можно как-то занять место в очереди за ножками Буша, Трампа? Не хотелось бы, конечно. У нас в Сирии сегодня военные возможности весьма ограничены. Повторюсь, разведка предупреждала и Дамаск, и Тегеран. Наши видели, говорили. Так точно. А давайте без лукавства. Сирия после 20-го года, после астанинских соглашений, постепенно так дрейфовала от Москвы в сторону Тегерана. Для нас в Сирии не было создано ничего в плане инвестиционной привлекательности. Хотя там, в принципе, направление, где российский бизнес мог бы себя реализовать, есть. Сегодня Дамаск себя поставил в зависимости от Ирана куда большую, нежели от России. Сейчас мы обязательно дойдем до вот этого пункта, где будет указано, как дорого обошлась сирийская авантюра Владимира Путина. Но результат какой? Значит, мы слышим собственными ушами, что даже Асад водил за нос Владимира Путина. Ох, этот многомах. Ох, стерха. Недобитый. Но просто мега-геостротек. Не без боли в сердце на происходящее. Потому что, конечно, мне обидно. Потому что столько сил и средств было затрачено жизнью. И в том числе русских солдат. Затрачено на то, чтобы добиться ощутимого результата в Сирии. И все это в считанные дни действующая сирийская власть теряет. Мне кажется, что это чем-то напоминает Армению. Закономерный такой итог последних четырех лет, за которые Дамаск не сделал ничего для собственного усиления. Что-то в последнее время они часто начали вспоминать о жизнях российских солдат. Вот, коц-поц или как его там. Говорит, что это было все не бесплатно. А лепанаж. Недавно племянница Владимира Путина, она же замминистра обороны, тоже говорит. Что вы знаете, у нас там, ну, в общем, кажется, 48 тысяч российских солдат без вести пропало. И их разыскивают. И там анализы ДНК, и всякое такое. То есть, 48 тысяч разыскивают, а какое количество не разыскивают, а не числятся пропавшими без вести, а на самом-то деле они уже достигли финальной точки. Где финальная точка? Это ад. Россия зовет в ад. Так называется форум, где выступил ВВХ. Про инвестиции говорил. Говорит, что все у них растет, и все у них становится все лучше и лучше. А их противник, серьезный противник, готовился просто к реваншу все эти годы. Тренировал армию, отправлял своих, значит, военных в различные горячие точки перенимать передовой опыт. Закупал новейшее вооружение, внедрял беспилотники в войска. Мы сегодня прекрасно видим со стороны Бармалеев и впиви дроны, и сбросы, и дроны самолетного типа, которые они начали развивать. Что мы видим со стороны Асада? Ничего подобного. Дамаск решил, что так сойдет. Победили. Не, но зато мы видим море генералов. Там же как, что меня удивило. Если ты старше 50 лет, то ты автоматически становишься генералом, даже если на сержантской должности. Да, это у них... Еще в 2011 году я еще заметил, когда первый раз в жизни приехал в Сирию, и тогда еще удивлялся, почему к российским журналистам такое настороженное отношение, а вот CNN и BBC там просто на руках носили. Интересно, почему они так не плевали в сторону Асада, когда Владимир Путин начинал военную кампанию в Сирии? Все как-то ура, ура, мы поддержим. ВВХ молодец, ВВХ самый мудрый. А теперь выяснилось, что ВВХ там снова, ну не то что водили, а тягали за нос. Оказывается, что эти вот власти и в целом население, оно как-то не так смотрело на россиян. У меня было на канале видео, где товарищ жаловался, что россиян считают в Сирии суками. Ну, я думаю, они не сильно ошибаются. А вы как думаете? Вот сама система сирийская, она совершенно замшелая, и вот у них только надежда на своих, значит, партнеров-союзников. Только у партнеров-союзников, что у русских, что у иранцев, ну, своих проблем сейчас хватает. А самостоятельно противостоять новой угрозе, к сожалению, нынешняя Сирия не в состоянии. А Бармалеев в тапках, пожалуйста, они учились, готовились. Ну, давай говорить прямо, нет никаких Бармалеев. Это Турция. То есть, это абсолютно Турция. То есть, и там никакого сомнения. Турция делает то, что считает своей принципиально важной задачей – вернуть себе Алеппо. И она это сделала. Ну, в смысле, да. Российских флагов там нет, и портретов Владимира Путина тоже там нет. Сначала эти люди думали, что можно этими портретами, соответственно, с Ассадом подтираться, но потом выяснили, что нет. Лучше это все просто жечь. Мне больше всего нравится вот этот вот посыл. У нас свои проблемы. А где у вас свои проблемы? В Сирии проблемы. И в Украине проблемы. И Блицкрик захлебнулся. Точнее, он теперь отрицательный. Он теперь проходит в Курской области. Потому что, как описывают сейчас российские военкоры, происходящее в Курской области? Алёхин, местный курский волонтер, пишет, что Курск подвергся массированной атаке ракет иностранного производства, как он пишет. Было очень громко, летело много, дом трясло, немного даже за 10-20 километров от взрывов. То есть, хотелось бы сказать, что ПВО отработало идеально, пишет Алёхин. То есть, сбили все, но не буду. Это вот его цитата. ПВО действительно пока справляется. Опять-таки, обсуждение джасмов с дальностью 960 километров, которые с вероятностью 99,9% передадут для F-16. И именно это будет главной целью F-16, нанесение ударов джасмами, которых делается гораздо больше. Там, по-моему, то ли по 1000 штук в год. То есть, это достаточно такой-то вам нередкий шторм-шедоу. И это, конечно, просто выбивание постепенное, спокойное, уверенное, методичное. Вот как в 28-м панфиловцев спокойно жгем танки. Вот они могут спокойно жечь наши военные объекты. Просто берут и подсказывают Дональду Трампу, как остановить войну. Оказывается, есть на Западе системы поражения, которые нередкие. Нет, дефицит оружия. Есть дефицит четких политических решений. И вот сейчас все обсуждают, будет ли перемирие, заморозка войны. Все, конечно же, смотрят в сторону Дональда Трампа. Сейчас там украинская делегация во главе с Андреем Ермаком, главой Офиса Президента. Они встречались, кстати, с Китом Келлотом и, соответственно, с парнем, которого номинирует Дональд Трамп на должность помощника по национальной безопасности. И что-то мне подсказывает, что если станет вопрос, А, прекращайте войну, то можно это сделать исключительно с позиции силы. Кстати, мир через силу, так в своей социальной сети Дональд Трамп и написал, так и зафиксировал, что это возможно, но через силу. Это значит через что? Через ракеты. Через удары этими ракетами по российской территории. В том числе, ну или угрозой этих ударов. И крамольную вещь в продолжении того, что ты сказал, хочу сказать, точнее вопрос задать, но с крамолой такой небольшой. А может быть вот этими атаками, хотя это на самом деле довольно дорогое использование собственных материалов, все-таки речь идет о баллистических ракетах, об управляемых авиабомбах. Это такая дорогая история, это не просто беспилотники. Но атаки они наносят комбинированные, там и беспилотники, и управляемые авиабомбы, и как раз баллистические ракеты, которые пока что действительно бьют в пустоту. Может быть они просто цель преследуют другую, изнашивают наше ПВО. Ведь зенитные ракеты ПВОшные, это дорогая такая история, в принципе, да? Да, Россия производит их больше всех в мире на данный момент, но надо понимать, что Россию и лупят очень серьезно разного рода беспилотниками, и ракетами, и теперь еще и другими ракетами будут бить. Да, в том числе вполне возможно, что это одна из целей. Но я еще раз говорю, мне кажется, что для них это все прекрасно. Чего тут прекращать? Трамп тот же придет, чего прекращать? 7% и мочить главного союзника, причем наносить достаточно серьезный ущерб. Но давайте будем честными, украинцы, те же русские, это лучшая пехота в мире. Еще не закончился подсчет трофея в Сирии, а с оптимизмом там на болотах очень и очень как-то не очень плохо. И Трамп войну не будет останавливать, причем тут же, видите, как это сформулировано, что им тоже надо это прекратить. Ну, а пассаж, что украинцы это лучшая пехота, потому что они русские, ребята. У вас там уровень кретинизма давно очень сильно зашкаливает. Вопрос в том, если мы одинаковые, то что ж вы тогда, значит, если вы это мы, то что ж вы тогда не можете захватить территорию Украины. Ну, в общем, не будем в этом разбираться. Тут, когда слышишь какие-то подобные словесные конструкции, нужно делать что? Правильно, стрелять на звук. Есть лучшая пехота, 7% военного бюджета и кайфуем. Потому что, как бы, удара по самим Соединенным Штатам Америки нет, напряжения внутреннего никакого нет. Списывают старую технику, эти 7%, тоже надо понимать, из них 4% остались на территории Соединенных Штатов Америки, как вложение в американскую экономику, которые дают буст американской экономике, ну, подъем. Я так понимаю, что военкоры теперь в каждом эфире будут специализироваться исключительно на том, чтобы копить комплименты в сторону Владимира Путина. Ведь и в Сирии, и в Украине это все рукавторное, ну, Путиным и российским военно-политическим преступным руководством. Опять-таки, даже потери нескольких сотен американских военнослужащих в обмен на тысячи наших парней, ну, надо тоже понимать, ну, вот мы там все смотрим на потери Украины. Я не буду говорить про наши, но надо тоже понимать, ну, потери-то есть. Парни жизни отдают за то, чтобы мы тут думали о высоком. Ну, вот, поэтому тяжелая ситуация. Тяжелая, которая вот все дальше идет туда, куда, наверное, идти не надо было. И такое впечатление, что наши предки, они как-то умнее были. Что здесь главное? Вот в этом сопле вытирании так называемых российских военных экспертов и зет-блогеров. Главное здесь одно, что победа фашистской России, она не просматривается. И это просто важно фиксировать. А далее мы работаем с нашими партнерами, укрепляем нашу армию, инвестируем в нашу армию. И исходим из одной простой аксиомы. Украина была, есть и будет российским оккупантам смерть. Всем до зустричи!